Приветствую, друзья! В Украине продолжаются боевые действия и сейчас самая сложная ситуация в районе города Северодонецка, Лисичанска. Если вы посмотрите на эту карту, то здесь можно понять, что очень скоро может котел захлопнуться. И, конечно, вся украинская группировка войск в Лисичанске и в Северодонецке, еще в ряде других городов, будет окружена. Британские аналитики уже делают открытые заявления касательно того, что русские войска специально не захлопывают крышку котла для того, чтобы вооруженные силы Украины вынуждены были подбрасывать в этот полукотел уже все новые и новые подкрепления, которые, конечно, очень быстро будут уничтожаться. Украинские войска, по сути, заманивают на поле боя, которое, по факту, окружено с трех сторон уже российскими войсками и очень жестко простреливается артиллерия. И поэтому, что туда загнали заграничных наемников, они понесли колоссальные потери, что туда загоняли другие подкрепления, они также понесли колоссальные потери. У себя на телеграм-канале я даже выложил видео, которое снимали украинские бойцы, которые в хаосе и панике бежали с города Северодонецк на БМП. И, собственно, это БМП на полном ходу, собственно, даже вылетело с моста, и это видно на видео. В ряду ограничений я не могу его публиковать на Ютубе, но если вы зайдете на мой телеграм-канал, то там это видео есть. Ссылка в описании и первым комментарием под видео. Конечно, многие будут рассказывать за плановое отступление, но если вы просто посмотрите видео, которое выложено у меня в телеграм-канале, то речь там вообще не идет ни о каком плановом наступлении, речь идет о хаосе и панике. Ну а в это время главарь по Луганской области от Зеленского рассказывает, что оказывается, те жители мирные, которые вдруг оказались в бомбоубежищах предприятия химической промышленности завода Азот, которая под Северодонецком, и там, где окопались ряд украинских подразделений, которые сейчас находятся, по сути, в кольце, то сейчас вот все эти люди просто, знаете, не хотят, оказывается, выходить из этих бомбоубежищ по версии Гайдая. И вы только представьте всех вот этих мирных жителей, которым русские военные дают зеленые коридоры, говорят, выходите, а вот эти мирные жители такие сидят на предприятии химической промышленности в окружении цистерн с сумасшедшими химикатами, которые там могут в любой момент взорваться, такие сидят в этом бомбоубежище и говорят, да не, мы лучше здесь посидим. Я, честно говоря, в это просто, ну не то, что не верю, это просто абсурдно даже звучит, но тем не менее мы видим, что этот абсурд транслирует Гайдай, которого Зеленский поставил за Луганской областью, смотри. Но что вы понимали, как идет поставка боеприпасов с украинской стороны, украинским подразделениям, которые копались со стороны Северодонецка возле речки, то я вам просто сейчас поставлю видео, чтобы у вас отпали вообще все вопросы. И это, конечно, свидетельствует о том, что по сути сейчас там вот эти украинские войска остались в таком положении, что теперь они могут спастись разве что только в плаве. И, конечно же, вот в таком формате, знаете, переплыть срочно речку и бежать в сторону вооруженных сил Украины другого шанса у них по сути не остается, потому что нормальное снабжение при таких вариантах невозможно. И, конечно же, нужно учитывать, что там очень плотно работает артиллерия. Но в это время, конечно, продолжаются обстрелы города Донецка, потому что, как известно, там нету никаких особо военных целей, но, тем не менее, Зеленский приказал чисто вот центр Донецка обстреливать максимально жестко. И, конечно же, сейчас, жилая застройка этого города, сейчас подвергается массированному арт-обстрелу, причем не только систем артиллерийских, а еще и систем залпового огня. И в этой всей истории очень показательно то, что, как известно, вилла Ахметова, которая находится в городе Донецк, почему-то, знаете, вообще не страдает от обстрелов. Как известно, Ахметов это один из любимых друзей Зеленского и, конечно же, украинский олигарх. И, конечно, вилла у него настолько большая в городе Донецк, что, знаете, в нее просто, ну, очень сложно не попасть с артиллерией. И получается действительно странно, что вот эта роскошная вилла почему-то, ну, не страдает от артиллерийских обстрелов вооруженных сил Украины, хотя они лупят прямо по жилой застройке. А вот по вилле почему-то, ну, знаете, ну, не прилетают украинские снаряды, да и все. Мы просто становимся свидетелями уникальной схемы, когда Ахметов должен платить Зеленскому за то, чтобы вооруженные силы Украины не стреляли по его роскошной вилле. Да и вообще по собственности олигарха Ахметова в Донецке местные власти давным-давно должны были принять решение касательно того, чтобы хотя бы в этой вилле сделать уже нормальный детский дом. Но почему-то детского дома на территории виллы Ахметова до сих пор нет. И это, конечно же, отдельные вопросы к местной власти. Но история с украинскими олигархами на этом не заканчивается, потому что, как известно, украинский олигарх Коломойский сегодня приехал прямо, знаете, в свой комплекс Буковель, видимо, с инспекцией и в окружении трех женщин фальяжно прогуливался по горнолыжному курорту с бассейнами там и так далее. И по версии Зеленского так и надо, потому что олигархи должны на курортах только отдыхать и, конечно же, находиться в безопасности. Что Ахметов, что Коломойский, что Порошенко и прочие. Потому что олигархи в Украине, как известно, неприкасаемы. И, конечно же, на них не распространяются никакие ограничения по выезду лиц, которые подлежат мобилизации от 18 до 60. Потому что, как известно, олигархов в Украине не мобилизируют чисто принципиально. И если в российскую армию сейчас берут только контрактников, которые имеют право ехать на территорию Украины для проведения спецопераций, то в Украине гребут всех подряд налево и направо. И уже повестка в военкомат, это уже как наказание в Украине. Но вот почему-то олигархи всегда избегают вот этих повесток. Мало того, их родственники тоже избегают. Мало того, даже их ближайшие друзья и соратники олигархов тоже по удивительной случайности на фронт не попадают. Точно так же, как и, знаете, слуги народа, депутаты, которые, как известно, знаете, у нас в Украине неприкосновенные. Особенно те, которые верой и правдой служат Зеленскому. Но чтобы понимать, насколько близко украинский олигархат находится с Зеленским, то можно обратить внимание на эту фотографию. Потому что здесь просто запечатлен личный охранник Коломойского, который сейчас приставлен прямо к Зеленскому, как, знаете, липучка. Для того, чтобы он постоянно за ним ходил и отвечал за то, чтобы с Зеленским ничего такого, знаете, плохого не случилось. Причем часть охраны Зеленского это, конечно же, британцы, ну и часть, конечно, от украинского олигархата, от любимых друзей Зеленского. Которые тоже, как мы видим, заинтересованы в том, чтобы с Зеленским было все хорошо. Но, как известно, украинский народ сейчас должен погибать под громкие аплодисменты западных стран. И, конечно же, западные политики делают все необходимое, чтобы эти вот аплодисменты из-за границы звучали громче. Поэтому вот уже жену Зеленского прямо поместили на очередной глянцевый журнал западных стран. Специалисты по психоинженерии подобрали одежду жене Зеленского и подобрали локацию, чтобы, знаете, на фоне мешков, что якобы, знаете, где-то рядом война и все остальное. И вот, как называемая первая леди, понимаешь ли, фотографируется с вот таким скорбным видом. И там вдруг еще и Зеленский нарисовался, и какой-то охранник рядом сидит с оружием в камуфляже. Вся эта бутафория должна создавать антураж, и, конечно же, чтобы и западные политики, и, конечно же, СМИ западных стран тоже подхватывали все это. И, конечно, чтобы украинские граждане умирали под аплодисменты, бурные овации, знаете, которые переходят даже в бурные овации. Чтобы, знаете, все оно было настолько вот нелепо и кощунственно, что вот нормальному человеку, чтобы на это даже вот смотреть было противно. Потому что я наблюдаю, когда эти процессы, когда вот фотосессии устраиваются жене Зеленского для того, чтобы показать во всем мире и со скорбным лицом просто транслировать вот эти вот смыслы. С учетом того, что Зеленский, конечно же, вся его команда прекрасно знала, к чему приведет вот этот курс Украины в НАТО. И ничего не сделая сейчас просто устраивать фотосессии. Ну, это, конечно же, просто верх цинизма. Ну, а тем временем, конечно, информация, которая приходит в Запорожской и Херсонской области, она очень опасна для Украины. Потому что там, как известно, списывают долги полностью перед украинскими банками всем украинским гражданам. И сейчас, конечно же, даже граждане на подконтроле Зеленскому территории сейчас просто пытаются выскочить в ту сторону для того, чтобы уже себе обнулить всю кредитную историю. И по факту мы видим, что уже со стороны Украины было запущено ряд фейков касательно того, что якобы банк Тинькофф выкупил долги украинских банков. И сейчас их якобы требуют уже с украинцев в Херсонской и Запорожской области. И по этому поводу уже официально банк Тинькофф от этой истории открестился. Потому что это по факту сделать сейчас невозможно, выкупить долги украинских банков. Особенно тогда, когда идут боевые действия. С учетом того, что списание кредитов украинских банков с граждан Украины это очень серьезное дело. И, конечно же, очень много украинцев поддерживают эти начинания. И, конечно, будут стремиться как минимум попасть на ту территорию, которая подконтрольна Российской Федерацией. То это для Украины и Зеленского, конечно же, очень опасная история. И, конечно же, опасная для западных стран. Потому что кредиты не списывают даже тем солдатам украинских вооруженных сил, которые в окопах сидят. А там мы видим, что ситуация настолько другая, что людям просто обнуляют все их кредитные истории. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время мы будем просто видеть невероятное количество фейков касательно того, что якобы там, в Херсонской и Запорожской области, пытаются взыскать долги украинских банков с местных жителей. Но, тем временем, в Российской Федерации также проходят кардинальные изменения. Потому что там назначили нового командующего ВДВ. А, как известно, ВДВ – это просто элита вооруженных сил. Мало того, командующим ВДВ России стал уроженец Донбасса. И, конечно, он принимал очень активное участие в операции по, собственно, получению контроля над поселком Красный Лиман. В той операции, несмотря на то, что город Красный Лиман делали целой крепостью вооруженной силы Украины, его взяли настолько быстро, что украинские войска должны были просто очень быстро оттуда отступать, для того, чтобы не попасть в очень нехорошую историю. Мы наблюдаем, по сути, эволюцию российской армии. И, конечно, мы видим, что тех командиров, которые достигают максимальных успехов, их продвигают на высокие должности, чтобы, конечно, развивать этот успех. А те генералы, которые были условно паркетными, то их сейчас отодвигают максимально. И, конечно же, мощь российской армии, с учетом таких перестановок, она будет многократно усиливаться. Ну, а тем временем в Молдове запретили российские новости и российские новостные программы, аргументировав это тем, что, мол, знаете, огроза национальной безопасности и все остальное. Хотя, по факту, мы, конечно же, должны понимать, что сейчас в Молдове очень напряженная ситуация. И вопрос времени, когда вспыхнет Приднестровье. И, конечно же, в этом конфликте, там, где будут участвовать и Молдовы, и Приднестровье, будет участвовать и украинская сторона, и со стороны НАТО будут также использованы войска. И поэтому сейчас там очень-очень накалена ситуация, которая очень в ближайшее время должна серьезно вспыхнуть. Друзья, на этом у меня сегодня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там, конечно, можно с вами поделиться гораздо большим объемом информации, нежели на ютубе в связи с рядом ограничений. Поэтому ссылка на мой телеграм-канал в описании и первым комментарием под видео. Не забывайте подписывайтесь. До скорого!